Здравствуйте, меня зовут Иван Коваль, я врач-координатор Медицинского Центра Поддержки Пациентов Букимед. И сегодня я вам расскажу про процедуру кубокой стимуляции головного мозга, об особенностях ее проведения в разных странах и о стоимости. Кубокая стимуляция головного мозга – это процедура установки электродов, которая с помощью слабых импульсов воздействует на определенные участки головного мозга. Импульсы подаются с маленького устройства-стимулятора, который устанавливается под кожей грудной клетки или в брюшной полости и подсоединяется к электродам, маленьким проводникам, которые проводятся под кожей. Нейростимуляторы в зависимости от участка приложения импульсов также используются при лечении других заболеваний, таких как эпилепсия, синдром Туретта, дистония, а также обсессивно-компульсивные расстройства. Кубокая стимуляция не может полностью излечить болезнь Паркинсона, но может помочь эффективно контролировать его симптомы и значительно улучшить качество жизни пациента. Сама операция установки электродов или ДБС – это малоинвазивная и безболезненная процедура, которая проводится даже под местной анестезией. И состоит она из двух этапов. Сначала под контролем инструментальных методов и контролем специалистов проводники устанавливаются в определенные участки головного мозга и на какое-то время подключаются к временному стимулятору. После отладки импульсации проводится установка постоянного стимулятора, и тогда пациент может жить спокойной жизнью, периодически только проверяясь у специалистов. Более подробно об особенностях процедуры вы можете прочитать по ссылке на сайте Букимед. Также вы можете ознакомиться с ходом операции и других более конкретных нюансах. Стоимость процедуры в первую очередь зависит от клиники и квалификации врача. Также большое влияние на стоимость оказывает модель стимулятора, которая будет устанавливаться, потому что в зависимости от этого стимуляторы имеют разный срок службы. Некоторые стимуляторы могут работать без остановки от 4 до 6 лет, а некоторые могут находиться и работать до 9 лет, но требуют постоянной зарядки. Лучшей страной для проведения этой процедуры считается Испания. Стоимость этой процедуры в этих клиниках составит от 80 до 100 тысяч евро. Процедуру проводит доктор Оливьер Бартаоме. Это известный испанский нейрохирург, который проводит в год до 200 удачных операций. Он специалист по малоинвазивной нейрохирургии и эндоскопическим вмешательствам. Для установки стимуляторов в этой стране используются прогрессивные роботизированные технологии стереотоксической хирургии, которые позволяют обеспечить большую точность операции и меньшую инвазивность. Стоимость такой операции в Турции у одного из самых опытных врачей в этой области, Али Цирха, составит около 42-48 тысяч евро. Израиль входит в топ-3 стран по лечению этого заболевания в мире, и стоимость этой процедуры составит около 80 тысяч долларов. Этой операцией в этой стране лучше всех занимается доктор Меноша Заур, который является одним из разработчиков этих методик в этой стране. В Германии стоимость этой процедуры, включая стоимость стимулятора, составит около 70 тысяч евро. В Польше, включая стоимость стимулятора, будет около 22-26 тысяч евро. В Индии эту процедуру можно сделать с установкой постоянного стимулятора около 20 тысяч долларов. Для того, чтобы получить больше информации по данному вопросу, вы можете зайти на сайт bookimed.com, либо связаться со специалистом, который ответит на все ваши вопросы. Для того, чтобы увидеть больше видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!